Представительница Вайфонд Амина Садулаева подтвердила в интервью BBC, что сейчас Тумсо в больнице и никого из посторонних к нему не пускают, кроме, возможно, адвоката. По словам Садулаевой, к тому моменту, когда приехала полиция, Тумсо потерял много крови и находился почти в бессознательном состоянии. Нападение на Тумсо Абдурахманова является очередным в ряде нападений на чеченцев, уехавших из Чеченской Республики в поисках безопасности. Последнее убийство произошло в конце января в гостинице французского города Лиль. В номере гостиницы был обнаружен зарезанный ножом чеченский блогер Имран Садулаев, которого также называли Мансур Старый. Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. Он покинул республику в ноябре 2015 года, опасаясь преследования со стороны властей. До этого времени он работал заместителем директора Грозненской электросвязи. Абдурахманов пытался получить убежище в Грузии, а затем в Польше. До переезда в Европу с критикой в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его методов правления замечен не был. Сегодня он один из самых популярных видеоблогеров, ролики которого набирают по 400-500 тысяч просмотров. О причине, вынудившей его заняться общественно-политической деятельностью, известно из рассказа самого блогера. Его борода не понравилась Исламу Кадырову, теперь уже бывшему руководителю администрации главы Чечни. Благодаря Абдурахманову стали известны представители чеченской элиты, которые ранее находились в тени. Например, советник главы республики по делам религии Адам Шахидов. Как и муфтий Салах Межиев, он считается самым последовательным борцом с ваххабизмом. Также он подверг острой критике помощника Кадырова, Кадия и имама Грозинской мечети Магомеда Хитанаева. В последствии Хитанаев был смещен Кадыровым с поста его помощника. В ноябре 2018 года Абдурахманову по телефону позвонил председатель республиканского парламента Магомед Даудов. Трехчасовой разговор блогер записал на диктофон и выложил на своем YouTube-канале. Даудов обещал Абдурахманову проверку обстоятельств возбуждения уголовного дела и гарантировал ему безопасность в случае приезда в Чечню. Но блогер отверг его предложение. С ним на связь выходил и министр по национальной политике Джамбулат Умаров, который в ответ на ролики Абдурахманова записал свое собственное видео. Количество просмотров и комментариев выше у Абдурахманова. После каждого диспута с представителями промосковской власти в Чеченской республике популярность блогера росла. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть. Несмотря на популярность блогера среди определенных представителей общественности, Тумсо Абдурахманов воспринимается в Европе как противоречивая фигура. Критикуя методы ИГИЛ и радикальный ислам, он в то же время придерживается отличных от умеренных мусульман точек зрения. Например, он считает, что установление шариатского правления в Чеченской республике единственно правильным. Мы обратились с вопросами к Аслану Арцуеву, общественному деятелю, правозащитнику и адвокату немецкого отделения Международной ассоциации «Мир и права человека». В недавнем прошлом, после нападения на другого известного чеченского блогера в Германии Минкаэла Мализаева, он защищал его интересы перед немецкими властями. Арцуев объясняет нападение на Тумсо Абдурахманова борьбой между конкурирующими российскими силовыми ведомствами. У меня была информация, Тумсо проходил по делу, ко мне обращался потенциальный наемный убийца, которого пытались склонить для того, чтобы убить Эмрана Алиева, Мансура Старова, Минкаэла Мализаева, меня. И была такая информация, что Тумсо Абдурахманова нужно узнать адрес, чтобы его припугнуть. И вот, кстати говоря, киллер предполагаемый, который лежит на полу, то же самое мне сказали припугнуть. Непонятно, что там произошло, следствие установит. От официальных правоохранителей в Польше никакой информации вообще нет? Тайное следствие только пока. Видимо, для того, чтобы установить, были ли сообщники у визитера, и чтобы не дать утечке какой-нибудь информации, которая может повредить расследовать. Это был Аслан Арцуев, общественный деятель, правозащитник и адвокат немецкого отделения Международной ассоциации «Мир и права человека». Несколько десятков человек уже второй день пишут мне о том, чтобы я прокомментировал ситуацию вокруг блогера Тумсо Абдурахманова. Действительно, дело резонансное. Я взял небольшую паузу для того, чтобы посмотреть, что к чему, так как я не знаком с деятельностью этого блогера. Я в общих чертах слышал на некоторых каналах, что в свое время этот человек бежал из Чечни, сначала в Грузию, затем в Польшу, скрываясь от Кадырова персонально, так как у него был конфликт непосредственно с кадыровским близким родственником. Это все, что я знаю о Тумсо Абдурахманове. Ну, чисто вот так, глядя на этого человека, скорее всего, он недалек от ислама и, судя по комментариям, даже является каким-то радикальным, не хочу сказать исламистом, но мусульманином. Я не очень хорошо разбираюсь, кто там с кем конфликтует. Но комментарии такие, что он за шариат и так далее. То есть человек, судя по всему, глубоко верующий в понимании исламской религии. Об этом деле написали в том числе и достаточно крупные информационные агентства, например, русская служба BBC и новости Кавказа в Германии написали об этом. Так как у нас вот в сентябре было дело, был убит человек, который жил здесь под вымышленным именем. Государство пыталось уберечь этого человека, скрыть, ему были выданы другие документы, никто не знал о его местонахождении. Но, тем не менее, человека этого убили. Вот посмотрите короткое сообщение на Deutsche Welle. Немецкая полиция ищет свидетелей убийства чеченца в Берлине и просит помощи в опознании предполагаемого киллера. Представители чеченской диаспоры проводят в Берлине акции, пытаясь привлечь внимание властей ФРГ. Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle, ДВ Новости. Звали его Зелимхан, отец пятерых детей, пережил несколько нападений на себя и в конечном счете все-таки был убит. Дело сейчас ведется, до конца непонятно кто и что, но явно, что следы ведут в Россию и непосредственно в Чечню. Поэтому убийство блогеров, так или иначе связанных с Чечнёй, это далеко не новость. Ну и все мы слышали о также совсем недавнем убийстве во Франции блогера Мансура Старова. Сейчас уже новостная лента Франции сообщает, что наемный убийца, следы его ведут непосредственно к голове Чечни. Давайте для того, чтобы у вас была полнота картины, если вы вдруг не знали детали, послушаем кусочек ролика Камикадзе. И вам станет понятно, или мне стало понятно после этого выпуска Камикадзе, в общем он не шутит, реально связывается самыми что ни на есть бандитами Чеченской верхушки. То есть Даудов вы знаете, да, это правая рука Кадырова по кличке Лорд. И этот человек объявил кровную месть Стумсуа Абдурахманову. Ну и теперь перейдем к теме, связанной посредственно Стумсуа. Спикер Чеченского парламента Магомед Даудов по кличке Лорд перешел к открытым угрозам блогеру Тумсуа Абдурахманову после того, как проиграл ему онлайн-дебаты. Это новость от марта 2019 года. То есть прошло чуть меньше года. Я и мои братья официально объявляем тебе кровную месть. Теперь, когда ложишься спать, всегда проверяй, закрыта ли дверь, заявил российский политик. Это правая рука Кадырова, лорд Магомед Даудов. Ну и пикантная деталь. Как любят кадыровские боевики, для них убийство человека это подарок. День рождения у Даудова 26 февраля. Именно вчера. Именно тот день, когда было совершено покушение на Тумсо. Анну Политковскую убили. Первая жертва громкая, крупная чеченских, кадыровских, извините, не чеченских, боевиков. 7 октября погибло. День рождения плешивого диктатора. Сделать подарок. Но им потом объяснили, что не надо такие подарки делать на день рождения. И вот Немцова, которого убили 29 февраля, уже кое-как пытались выловить. Это не та же ситуация, что с Политковской, которая зашла в свой подъезд, предсказуемый маршрут. Так же, как и с Тумсо, который был в своей квартире. При этом еще днем ранее Даудов был таким добрым, что даже пообещал прекратить уголовное дело против Тумсо. Гнев спикера вызвало в частности то, что блогер отказался принять его запрос на совместный эфир. В интервью «Кавказ-реалии» Абдурахманов заявил, что не боится Кадырова, Лорда и прочих. Однако их угрозу он воспринимает всерьез и собирается усилить меры предосторожности. При этом Тумсо не отрицает, что презирает память Ахмата Кадырова. Рамзана Кадырова считает преступником и предателем чеченского народа, а кадыровцев – трусами. Если вы хотите посмотреть полную версию разговора Даудова и Тумсо, обязательно это сделайте. Почерпнете для себя много нового. И поймете, что за мужик с железобетонными яйцами Тумсо Абдурахманов. На этом этапе важно зафиксировать, что, во-первых, фигура – это не просто какой-то мелкий блогер, 5-6 тысяч подписчиков, а самый крупный и, ровно так говорится во всех изданиях, самый крупный российский блогер, рассказывающий о Чечне. Его видео, как вы слышали, набирают полмиллиона и больше просмотров. Он не боится вступать в конфликт с первыми лицами Чеченской республики. Ну и вы понимаете, да, вот судя по тому, как ведут себя чеченцы, какие убийства предположительно на их совести, а я назову только два имени – Борис Немцов и Анна Политковская, понятно, что люди там, в этой республике, не шутят со своими кровными врагами. То есть, по-моему, даже рассуждать в том смысле, что может ли это быть правдой или нет, мне кажется, здесь совершенно неуместно. Конечно же, нашлись некоторые люди, правда их очень мало, а точнее всего один дебил на весь русскоязычный ютюб, который на данный момент засомневался во всем этом и, естественно, по старой своей привычке, все это пытается выдать за постановку, а точнее за происки таинственного цеха. Любой месседж, который выходит из этого канала – это либо лживый месседж, либо совершенно дебильный месседж. Других вариантов там нет. Так вот, я прошерстил эту тему и, действительно, это один-единственный блогер, который ставит вопрос таким образом, что Тумсу Абдурахманов пытается развести всех, не то чтобы зрителей, посетителей ютуб, но всех, понимаете, польскую полицию, мировые СМИ достаточно весомые, ну такие как BBC и так далее. Почему этот человек как-то говорит, я объясню, вы все поймете. Еще у всех на памяти история, происшедшая в июне с другим блогером Вадимом Харченко, который инсценировал свое нападение, что стало очевидно сразу большому количеству людей. Я хорошо помню эти события, потому что сразу после них на мой канал наложили серьезные санкции, до сих пор восьмой месяц я нахожусь в полной осаде, без монетизации, пропадают лайки, пропадают комментарии, просмотры. В общем, все очень плохо, видимо, меня поставили в какой-то список неблагоприятных блогеров. Вот тогда Вадим Харченко выпускает ролик, и я буквально сразу, несколькими часами позже, выпустил ролик под названием «Не верю». А второй ролик, который вышел по этой теме, назывался «Где деньги Зин?». Я специально называю оба названия для того, чтобы вы поняли ход моего отношения к тем событиям. Во-первых, сразу от того, что рассказал Вадим, мне стало очевидно, что там очень много несостыковок. А во-вторых, первый же ролик заканчивался тем, ну, как вы, наверное, помните, сестрюнки, братишки, помогите, миленькие, я знаю, что вы поможете, на операцию не хватает. Ну, естественно, второй ролик мой уже был непосредственно обращен к Вадиму Харченко с вопросом, для чего ты собираешь деньги, если очевидно, что на тебя никто не нападал. К тому моему порыву присоединились очень многие блогеры, и мне было интересно наблюдать за рассуждениями людей. И, кстати, дебильник – это был тот персонаж, который в самом начале не успел включить мозги. То есть он был именно тот, кто поверил Вадиму Харченко и начал призывать людей донатить бедному Вадиму на операцию. Потом он увидел, как мы отреагировали, и резко переобулся в воздухе, так сказать, с особым своим шизофреническим рвением, создав там, кажется, 50 или 100 частей, доказывая изо всех сил, что уж он-то точно с самого начала понял, что это происки таинственного цеха. Теперь, по прошествии времени, будильник занимается ровно тем, чем занимаются люди с его психическим расстройством. То есть он непосредственно все лавры присваивает себе и считает, что именно он, благодаря его 50 сериям, все засомневались в рассказе Вадима Харченко. Что, конечно, не является правдой, но ему она невдомек. Почему я тогда без всякого сомнения выпустил ролик «Где деньги, Зин?» Потому что, когда начинают говорить о каких-то проблемах и тут же просят деньги, то тогда понятно, что это не про нападение, это не про политику, это только про деньги. И тут для меня ход дальнейших событий был уже очевиден с самого начала. Но дальше люди просто шаг за шагом раскручивали все это. Кто-то съездил в больницу, кто-то снял улицу, кто-то сделал очень толковый разбор, в общем, вывели мы совместными усилиями этого блогера на чистую воду. И вот через несколько месяцев происходит очередное нападение на блогера. И на этот раз дебильник пытается действовать на опережение. Боится не успеть заскочить в этот самый поезд, включить в голове нечего, мозгов, как вы понимаете, нет. Ну и, конечно, попадает в просаг. На данный момент, я еще раз повторяю, единственный жидко обкакавшийся блогер. Просто совершенно не понимающий ситуацию и глупо пытающийся, как это говорят в России, натянуть сову на глобус. Давайте посмотрим, в чем он сомневается. А затем я расскажу, почему я верю Тумсу Абдурахманову. Смысл такой, что видео снято в типичном цеховом стиле, две минуты, наигранный текст. Ну, в моем понимании, я в это нападение настоящее не верю. Ну, кто считает, что это правда, у вас есть свое мнение. Еще мне интересно, именно, ну, почему человек там не поставил камеру и не показал, как полиция приезжает, там все дела. Ну, почему человек там не поставил камеру и не показал, как полиция приезжает, там все дела. Сейчас по официальной версии он там в больнице, по сообщению его чеченских соратников. Кто тебя прислал? Ну, в моем понимании, это разговаривать два аудиоактера спокойным голосом, но только с одышкой. Для правдивости, ну, я в это не верю. Много кетчупа, чересчур много. Кетчупа для такого спокойного голоса. Много кетчупа, чересчур много. Кетчупа для такого спокойного голоса. Теперь, почему сосед? Вот понимаете, русская служба BBC как-то связывается менее чем за сутки с каким-то соседом. Ну, давайте вот, не называя своим имени, так сказать. Вот как можно найти? Ну, то есть, понятно, что это не русская служба BBC нашла этого соседа, а сосед нашел русскую службу BBC. Ну, тебя не зря назвали дебильником, поэтому ты не понимаешь. Или не умеешь работать с информацией. Дело в том, что соседа, которым пишет русская служба BBC, это был тот самый человек, который вызвал полицию. Полиция Польши приехала по звонку соседа, который услышал шум, пришел и увидел у человека раненое и очень много крови. Поэтому, естественно, сосед в данном случае главный свидетель, его опросило множество средств массовой информации, в том числе и русская служба BBC. И буквально, что нужно-то, ну, просто включить мозги и прочитать пару ссылок на эту тему. И все становится понятно. Но, видимо, включать нечего. В голове сплошное помидоровое пюре. Когда тебе публично объявляют кровную месть, ты должен, во-первых, обратиться в органы, написать заявление. По этому факту должно быть разбирательство, какое-то дело, либо отказ о возбуждении уголовного дела. Ну, также это угроза убийством. Все вот эти средневековые обычаи, они как бы под уголовный кодекс Российской Федерации не попадают. Это любое заявление, ну, должно расцениваться либо как шутка, да, там, что они пошутили, и вам это обоснует в отказе. Либо, ну, либо, наоборот, возбудят уголовное дело по угрозе убийством, там, и на 6 лет по сайте этого чиновника. Я очень сомневаюсь, что Тумсо это делал, что он писал заявление. Конечно же, это кровавая путинская гребня, но неважно. Здесь мы имеем дело с публичным, таким, дебатами в медиапространстве. Дикая раскрутка, там, 250 тысяч подписчиков. И он определенно, конечно, влияет очень серьезно на ваши умы. И, ну, кто-то хочет верить, что он это искренне делает. Ну, пожалуйста, как бы, мне прям, ну, люди, с которыми я общаюсь, говорят, «Ну, Тумсо Абдурахманов обманывать не может, он такой верующий человек». Ну, нет. Ну, поверьте, как бы, в цеху, как бы, религия значения не имеет. Как и родственные связи, кстати. Это такие законы цеха. Ну, они, так как они вам плохо понятны, ну, давайте дальше. Понятно, в цеху свое отношение к религии, свое отношение к законам. Что такое цех, где находится цех, не спрашивайте себя и не спрашивайте будильника, потому что он сам этого не знает. Он говорит о вещах, которых нет в природе. И если вы конкретно начнете задавать ему вопросы, он плавает в этом еще больше, чем вы. Но поражает уверенность шизоида, который в очередной раз несет эту ерунду. Как я уже говорил, цех, мистическая организация, существует исключительно в голове Василия Варкентина. В общем, позиция этого пор, этого персонажа вам приблизительно понятна. Цех нанял Тумсо Абдурахманова, и Тумсо Абдурахманов по непонятной причине создает всю эту шумиху во всех мировых СМИ и, самое главное, в Польше, где он сейчас проживает и пытается получить политическое убежище. Ну а теперь я скажу, почему я верю Тумсо Абдурахманову. И почему это событие ни в коем случае нельзя сравнивать с инсценировкой Вадима Харченко. Вадим Харченко, как говорится, долго шел к своему Оскару. Вот это разыгранное им действо, это была не его первая ложь. До этого он себя колол гвоздем, бил себя чем-то по башке, затем показывал в СМИ шоу просожженную машину, якобы его, а потом его же соседи по улице писали, что ездит он на совершенно другой машине. Но, как вы понимаете, во всех страданиях Вадима Харченко естественно все заканчивалось одним и тем же. Братики, сестренки, помогите, пожалуйста, я знаю, что вы поможете. Ну и когда уже было представлено все это шоу, публика настолько была подготовлена, так сказать, к очередному заходу, что на этот раз все сказали «Стоп, мы это принимать не будем». Репутация Вадима Харченко, если вы спросите меня, окончательно разрушена. Я знаю, что он пытается что-то там делать, отключает комментарии, включает комментарии. Но, по большому счету, больше, я думаю, этому парнише не удастся обмануть сразу столько людей. Ну, просто сейчас, чего бы он ни попросил, даже если половину своего расколотого черепа покажет, ему не будут верить. Ни за что. Вообще, репутация в информационном пространстве, я имею в виду в YouTube, это, пожалуй, самое дорогое, что есть у блогера. За Тумсу Абдурахмановым, насколько я знаю, лжи не наблюдалось. По крайней мере, я не помню каких-то больших скандалов или каких-то роликов скандальных, кроме темы Рамзана Кадырова, которые бы обсуждались в связке с именем Тупсу Абдурахманова. Возвращаясь к началу ролика, вот этот его вид, борода, и его мысли о шариате и так далее, меня, как человека, наталкивают на рассуждение, что если это все не показное, и на самом деле человек является верующим мусульманином, то априори врать ему не следует, так как отвечать придется не только перед людьми, но и перед своим Аллахом. Я действительно встречал верующих среди мусульман, и отчаянных лгунов среди этой категории людей нет. Теперь второе, очень важное, что нужно понять в истории с Тумсу Абдурахмановым. Вот есть такая шкала приоритетов, человеческих ценностей, что для жизни человека является самым важным. Как вы думаете, это еда, сон, может быть, секс, может быть, дети, работа. Оказывается, на шкале ценностей и приоритетов для человека, любого, проживающего ли в цивилизованной стране или в каких-нибудь джунглях Амазонки, это совершенно не важно. Самое главное – это безопасность. Простой пример. Представим себе древнего человека. Он занимается приготовлением своего ужина, за которым до этого полдня бегал по прерии. И в самый интересный момент появляется тигр. Что будет делать человек, как вы думаете? Набросится на свою еду, чтобы тигру не досталось? Или перед смертью еще успеет позаниматься сексом со своей женщиной? Нет. Человек в первую очередь попытается спасти свою жизнь. За мясом в случае чего вернется, и если получится. Не получится – поголодает несколько дней. То есть понятно, что безопасность стоит на самом первом месте, а секс, еда, сон и все остальное на последующих местах. И так было в древности, так остается до сих пор. Почему, например, пропагандистские СМИ всегда говорят о стране, не окруженной врагами, а возможной войне? Потому что когда люди напрягаются, вот этот древний инстинкт говорит им о том, что ни о чем другом не стоит думать. Самое главное – безопасность. Останемся живы, ну а потом уже и детей родим, заработаем, дом построим и так далее. А теперь Тумсу Абдурахманов. Насколько я понимаю, этот человек имеет семью и детей. То есть он отвечает не только за себя, но и за жизнь своей жены, и за жизнь своих детей. То я думаю, он бы никогда не стал инсценировать никаких покушений на себя. А расскажите, если можете, как вы уехали? Я уехал в 2015 году. Сначала я перебрался в Грузию. Но надо еще понимать, что я не один уезжал. У меня семья. И мы не все могли на тот момент выбраться в Грузию. Не было заграничных паспортов у моей семьи, у жены детей. На тот момент у меня было трое детей. И мне пришлось разделить семью. Я, мать и младший брат, мы уехали в Грузию. А жену и детей я отправил в Казахстан. Так как туда можно по внутренним российским паспортам ездить. Где-то с ноября по март месяц мне понадобилось время, чтобы сделать паспорта для семьи заграничной. И получив эти паспорта, я сразу же привез в Грузию. Вот с этого момента мы как бы соединились в Грузии. В Грузии я прожил год и восемь месяцев. Там я тоже просил убежище в этой стране. Мне отказали. Обосновав это тем, что они считают, что мое нахождение на территории Грузии противоречит интересам государства. И вот после этого, в июле 2017 года, я вместе со своей семьей, женой и с детьми, я перебрался в Польшу. А брата я в мае, по-моему, того же 2017 года отправил в Германию. А мать чуть позже отправили также в Германию. Вот сейчас мы разделены на две страны. Мать, брат и его семья находятся в Германии. А я со своей семьей нахожусь в Польше. Для него, для этого человека, который скрывается от кадыровцев, находится в стране на птичьих правах. Он пытается получить политическое убежище. А все знают, что в этом статусе не нужно делать никаких резких движений. Нужно вообще ходить очень ровно по одной дороге. И желательно не привлекать к себе никакого внимания. Так вот, для него вопрос безопасности сейчас острее, чем для кого бы то ни было. Вот это несчастное существо сидит спокойно в Германии. в безопасном месте и рассуждает о жизнях людей, я имею в виду не только Тунсо, но и его семьи, вот так, знаете, походя. Захотел, выложил что-то там, придумал, кетчупа слишком много. Вот вы понимаете, насколько рассуждения человека вообще далеки от реальности. Сразу видно, что вот это существо справа никогда ни за кого не отвечало, кроме самого себя. То есть у этого человека нет семьи и никогда не будет семьи. Поэтому он рассуждает там в свои почти 40 лет, как малолетнее дитя. Единственная цель этого человека – сделать ролик. Еще один ролик. Два ролика в день. Три ролика в день. Вот только так можно объяснить такое тупое рвение, создавать по 50-60 частей бессмысленных совершенно вещей, наполненных разговорами о матрицах, цехах, кетчупах и прочем, когда в данном случае речь идет о человеческой жизни. Этот персонаж, кому объявили кровную месть, люди очень опасные, крайне опасные, вот он своей безопасностью и безопасностью своей семьи озабочен не на шутку. Почему он и освещает темы, связанные с убийством остальных чеченских блогеров? Потому что чувствует, что он может быть следующим. Дебилу, сидящему в Германии, которому ничего не грозит, я бы посоветовал вообще даже рот не открывать по этому поводу. Если он рядом никогда не стоял, ни с одним чеченцем, ни с одним кадыровцем. Представьте себе просто отвлеченно, что Тумсо Абдурахманов решил придумать какую-то историю про себя. И это станет известно следственным органам Польши и всем остальным, кто сейчас внимательнейшим образом наблюдает за судьбой этого крупного, повторяю, известного блогера. Этот человек находится под пристальным вниманием многих. И если выявится, что что-то в этой истории не так, то первое, как вы думаете, что сделает комиссия по делам иностранцев? Конечно же, депортация сразу. У них вообще к нему очень много вопросов, к этому Тумсо. Ну, потому что, вот я подозреваю, потому что он таких радикальных каких-то исламистских взглядов. Вот кто больше разбирается в религии, или вы смотрели его ролики, напишите мне в комментариях, к чему призывает Тумсо. Я не могу точно сказать, потому что, еще раз, не являюсь зрителем этого канала. Но по комментариям я понял, что у него радикальная позиция. И именно поэтому, я думаю, Польша и не дает ему политического убежища. То есть, понимаете, для них зацепиться за какую-то фигню и выкинуть его из своей страны выгоднее, чем в этой стране его оставить. Поэтому уж ему играть судьбой своей, своей жены и своих детей, вот точно, сто процентов, он этого бы делать не стал. Ну, по крайней мере, я не стал бы это делать, будь я на его месте. Когда ты очень известный блогер, когда у тебя просмотры по полмиллиона, ты не можешь просто что-то сделать, а потом сказать, что ты пошутил, или этого не было на самом деле. Миллионы прикованных глаз к этой истории не простят, если человек сделает такую глупость. А материальной стороны, вот возвращаясь к истории к Вадиму Харченко, материальной стороны, как я вижу, в этой истории нет. Но, по крайней мере, на сегодняшний момент я не слышу «братишки, сестренки, пожалуйста, помогите». Вот этого я не наблюдаю. И в том числе поэтому думаю, что эта история настоящая. Я просмотрел несколько стримов Тумсу Абдурахманова и заметил, что во время его стримов ему очень много переводили денег. То есть я думаю, что он действительно живет за счет своего канала. А когда тебе так доверяют люди, вдруг обмануть для того, чтобы собрать несколько лишних тысяч, вы бы десять раз подумали, стоит ли ставить судьбу своей семьи, ну и судьбу своего детища, то есть канала, под вопрос из-за того, что ты решил скосить несколько лишних тысяч. Вот я понимаю, что мотива для совершения подобной инсценировки нет. Я этого мотива не нахожу. И последнее, о чем я хотел сказать. Вот чем для вас отличается хороший журналист от плохого? Есть, знаете, журналисты, которые просто обслуживают новостную ленту. Вот есть те, кто высматривает информационную повестку, добавляет какие-то свои слова, кто-то просто пишет тексты. И читая материалы таких журналистов, ты просто видишь, насколько он отстранен от того, о чем он пишет. А есть журналисты, которых ты запоминаешь на всю жизнь. Они кажутся тебе интересными людьми, потому что каждая его заметка, каждый его материал, он как бы пропускает все это через себя. В каждой статье он оставляет частичку своего сердца. Ты это ощущаешь, что для него, как для человека, это важно. Он сопереживает тому, о чем он пишет. И таких журналистов забыть невозможно. Их, кстати, не так уж и много. Так вот, я вам скажу так. Если бы я был журналистом и мне принесли на стол или прислали по почте материал и сказали, мы 100% знаем, что эта история инсценирована. Что Тумсо Абдурахманов на самом деле все придумал, не знаю, со своим другом, снял на камеру какие-то там темные картинки и пытается все это представить польской полиции как нападение на себя самого. И у нас есть стопроцентные доказательства, что это так. Вот я бы никогда не взялся за такой материал и предложил бы им обратиться к другому человеку. Знаете почему? Потому что схайпажорить на такой теме можно быстро. Но это может сделать только человек, который вообще никак не задумывается о последствиях. Если в результате твоего материала этого человека, его семью, его детей вдруг депортируют из Польши и вернут в Россию, а там его ждет гарантированная гибель, то я бы сразу подумал, а как я буду жить с этим грузом? Вот я выпущу этот материал, а его возьмут и отправят назад в Чечню, а там его грохнут. И что? Легче мне будет от того, что я об этом написал? Вот я бы сразу подумал именно об этой стороне. Есть персоны, просто против которых топить вообще нельзя. Вот именно с этической точки зрения. Когда человек бросает вызов серьезным, опасным людям, а это действительно один из очень немногих, кто рассказывает о кадыровском режиме, о кадыровских родственниках, о их махинациях, о многих персонах, занимающих там определенные посты, то есть это очень серьезные темы. Это, извините, не о домашних растениях и не в шахматы играть. Это серьезно, о чем говорит этот человек. И вот когда человек рискует так, а ты толкаешь его туда, где его ждет стопроцентная гибель, вот этот груз брать на себя лично я не готов. Мне хотелось бы спросить дебильника, но я лучше не буду этого делать. Вот легче тебе стало от того, что ты высказался против этого человека. Легче тебе будет от того, если его в ближайшее время все-таки убьют. Ну, как ты будешь чувствовать себя, понимая, что опасность-то над этим человеком висит, ведь ему серьезные люди угрожают, настоящие, кровные мести угрожают. Это не просто так. И плюс убитые уже чеченские блогеры. Значит, они не просто угрожают, они эти угрозы воплощают. А ты именно тот человек, который становится в данном случае на сторону зла. Ну, почему ты это делаешь, я уже объяснял, этот канал вообще для меня абсолютно зло. Но вот в целом подумать, есть люди, которых можно критиковать, есть люди, которых критиковать нельзя. Когда человек скрывается от режима, ищет себе безопасное место, продолжает говорить на серьезные темы, открыта его идентичность, то есть его можно найти, да, и топить против такого человека, ну, вот я не знаю, кем надо быть, чтобы это делать. И даже если чисто гипотетически взять, что там есть какой-то обман в этой истории, если, я в это не верю, но если, и в результате этого обмана дадут безопасное место его и его семье, я скажу, что правильно, и слава Богу. И я желаю этому Тунцу Абдурахманову, чтобы его наконец приняла какая-то страна, если не Польша, может быть, Бельгия, Голландия, Германия, я не знаю, чтобы наконец-то кто-то принял этого человека. О его судьбе я вообще сомневаюсь, видно, этот человек, ну как, решил для себя, может, он на самом деле такой верующий, что он не боится встретиться со своим Богом, но его судьба, честно говоря, мне кажется, ходит по очень тонкому льду, но если хотя бы семью его примут, и где-то его жена останется, дети останутся в безопасности, можно считать, что это уже победа, а выпускать материалы против этого, чтобы этого у них не получилось, чтобы кто-то засомневался, их все-таки выкинули с безопасного места, вот я бы никогда на это не подписался. Мы будем наблюдать за развитием этой истории, но я верю в то, что она настоящая. Слишком много поставлено на карту, и слишком серьезные фигуры участвуют в этой игре. Сравнивать это с краснодарским сантехником, который через полчаса начал просить деньги, ну это, по-моему, абсолютно неверно.